Добрый вечер, в эфире передача на перекрестках истины. Сегодня мы будем беседовать на тему эволюции толерантности. У нас в студии гость, знакомьтесь. Историк, журналист Сагитов Ринат Равкатович. Рады вас видеть. Очень рад вас видеть, взаимно. Ринат Равкатович, расскажите вообще о истории и толерантности. Как появилось это понятие? Если говорить о нашей стране, брать вот именно нашу страну, то толерантность, она имеет очень глубокие корни в нашей стране. История государственности Узбекистана насчитывает около или более 2700 лет. И естественно, за такую большую, за такую глубокую историю толерантность здесь пустила очень глубокие корни, естественно. Само слово толерантность означает веротерпимость. Оно означает веротерпимость, то есть то, как общество воспринимает различные религии, которые существуют в нем самом и которые в нем самом развиваются. Вот совсем недавно в Узбекистане, именно в Узбекистане праздновался праздник день рождения Будды. Вот я присутствовал на этом празднике. Средства массовой информации этот праздник освещали. У нас на территории Узбекистана, на территории Ташкента, нашей столицы, расположен единственный в Центральной Азии буддийский храм, в котором настоятелем работает человек, приехавший из Южной Кореи, который здесь уже более 20 лет находится. Это монах Ян Гихун. И вот что самое интересное, что он не просто религиозный деятель, он еще и сподвижником был Эдварда Васильевича Артвеладзе, знаменитого археолога. Он вместе с ним ездил на раскопки, он тоже писал статьи научные на тему буддизма. И у него есть такая очень интересная точка зрения на то, что, научная точка зрения на то, что буддизм распространился в Китае, Японии и Корее именно из Средней Азии. И основатель, как бы основной проповедник буддизма в Китае Чань Баткидхарма, он утверждает, что этот человек из территории Узбекистана, из территории Средней Азии. Но, опять-таки, это утверждение, оно имеет под собой, естественно, научные данные, имеет под собой, так сказать, какие-то основополагающие данные, но оно тоже не всеми разделяется, понимаете, потому что вот в классической исторической науке считается, что это человек из Северной Индии. Поэтому мы видим исторический, исторический Узбекистан или место зарождения мировых религий, или место, которое оказало неоценимое и огромное влияние на мировые религии, включая практически все мировые религии, включая ислам, включая христианство и включая буддизм. Все мировые религии так или иначе испытали влияние нашей территории и нашего народа. Поэтому здесь очень серьезный вопрос. Вот хотелось бы еще, говоря о толерантности, посмотреть на другую ситуацию, которая развивалась в исторической динамике. Это уже когда период позднего средневековья, здесь на территории Средней Азии проживали и проживают до сих пор бухарские евреи. Бухарские евреи, которые на территории Бухарского Эмирата, на территории еще бухарского ханства создали свою культуру и которые жили именно в государстве, которое управляется по законам шариата. То есть, понимаете, если говорить о толерантности, то ислам как бы не воспрепятствовал толерантности, как мы видим. Там существовал специальный еврейский квартал, там существовала еврейская синагога, которая до сих пор сохранена, еврейские кладбища. То есть, люди могли отправлять свои богослужения, могли служить культу и ислам этому не препятствовал. Поэтому традиция толерантности, которая идет из древности в нашей стране, она не прерывалась, можно сказать, ни на секунду. Она постоянно развивалась и развивалась. Кроме того, здесь следует отметить и влияние Великого Шелкового Пути. Почему? Потому что Великий Шелковый Путь — это путь толерантности. Почему? Потому что купцы различных государств на протяжении всего существования Великого Шелкового Пути, они исповедовали различные религии. И, естественно, они передвигались по Великому Шелковому Пути. Они несли не только свою культуру, но несли и свою религию. В караван-сараях сначала это была маленькая комната, в которую они отправляли свои богослужения. Потом это превращалось уже в какой-то более-менее постоянный храм. И вот так это все разрасталось, вот так это все и двигалось. Поэтому это не просто торговый путь, не просто культурный путь. Это и путь толерантности, который учил различных купцов, исповедующих различные религии, взаимодействовать друг с другом. Возьмем Навруз. Навруз — это не исламский праздник. Это праздник зороастрийский, то есть это праздник, идущий из зороастрийской религии. И вы понимаете, даже в исламский период, в исламский период он не потерял своего значения у местного населения, он не стерся, он не исчез. Исламская догматика, очень жесткая, да, вот в тот период, она не смогла вытравить из памяти народа вот этот праздник. Поэтому толерантность, она и развитие толерантности, оно не прекращалось никогда. Оно все время шло, шло и шло, и на сегодняшний момент это развитие также продолжается. Это традиции толерантности. Я присутствовал на празднике день рождения Будды, как я уже упоминал об этом. Единственный в Центральной Азии храм буддийский, больше нигде его нет во всех пяти республиках, только он у нас. Поэтому монах Янгихун, он что хочет? Он хочет то, чтобы Узбекистан, Узбекистан стал центром туризма, посвященного буддизму. И даже он хочет выйти за рамки туризма, он хочет, чтобы Узбекистан стал центром паломничества, паломничества для буддистов всего мира, то есть для китайских буддистов, для корейских буддистов, для японских буддистов. И он очень много для этого прикладывает сил и распространяет свою историческую идею, что буддизм распространился на территории Китая, Японии и Кореи именно с территории нашей страны. И, конечно, этот факт признается все больше и больше людьми за границей. И этот факт, конечно, укрепляет авторитет нашей Родины на мировой арене. Шутка ли, мы, оказывается, образно выражаясь, мы, мы все имеем вот такое отношение к распространению мировой религии на территории величайших на сегодняшний момент государств мира Китай, Япония и Корея. Вот такие сподвижники есть в нашей стране, которые тоже занимаются распространением и укреплением толерантности на нашей благодатной земле. Ренат Равкатович, а какое значение имеет толерантность в становлении государственности? Вы понимаете, толерантность, я бы даже сказал, я бы немножко бы расширил ваш вопрос. Вы понимаете, толерантность это основа и стол процветания любого государства на сегодняшний момент. Я бы хотел бы вам привести такой исторический пример. Значение толерантности вообще для развития государства и для развития общества. В 1857 году в Индии, которая была в то время колонией Великобритании, началось такое кровавое и очень страшное восстание сипаев. Кто такие сипаи? Сипаи это индийцы, индусы, индийцы. Индийцы же это общее название. Там и мусульмане есть, и индуисты, и буддисты. Это целый конгломерат различных религий. И вот это мужчины, которые были набраны в колониальную армию. В основном они занимали низшие должности, то есть рядовой состав, сержантский состав. Офицеры в армии сипаев в колониальной армии были англичане. И в основном это был низший состав. И в тот момент накопилось очень много социально-экономических проблем в Индии. Дело шло к восстанию, народному восстанию против колониального гнета. И вот вы представляете себе, что стало поводом для этого восстания. То есть мы различаем, мы историки, мы различаем причины и повод. Причины могут быть социально-экономические, там дороговизна, там высокие налоги, национальный гнет и прочее. А поводом стало вот, что вот такой случай как раз из области толерантности. Дело в том, что в то время все армии мира были вооружены дульнозарядными кремневыми ружьями. То есть дульнозарядная, это значит она заряжается с дула. Они были вооружены всеми. И в том числе и индийская армия тоже была вооружена. И в то время патроны представлял собой вот такой кулечек, кулечек картонный, в который был засыпан порох. И эти патроны находились в сумке, в патронташе у любого солдатера. И вот в российской армии, во французской армии, в любой армии существовала команда «куси патрон». Вот я беру российскую армию «куси патрон». Что это означает? Это означает, что держа левой рукой ружье, ружье нельзя выпускать на поле боя, солдат должен был достать правой рукой этот кулечек и откусить. Это команда «куси патрон». Для того, чтобы засыпать этот порох в дуло ружья. Засыпав, он потом туда пулю заставил, пыш и прочее, так сказать, и мог производить вызов. «Куси патрон». И вы понимаете, технически эти кулечки, так называемые патроны, они обрабатывались жиром. Для чего? Потому что дождь, влага, сырость. Для сохранения. Да, для сохранения, потому что жир отталкивает влагу, отталкивает воду. И вы знаете, вот какую ошибку совершили колониалисты английские? Они обмазали эти кулечки свиным жиром или говяжьим. Вы представляете себе, вот в какую ситуацию попали индийцы. Да, естественно, это середина 19 века. И, естественно, индус и индуист, исповедующий индуистскую религию, для которого корова священа. Он не может в рот положить жир говяжий. А мусульманин, естественно, даже и сейчас, и во все времена, не может положить в рот свинину. И это вызвало недовольство среди вооруженных мужчин, которые, так сказать, служили в армии. Это вызвало недовольство. Они пытались как-то протестовать сначала по-человечески. Сказали, мы не можем, это нам нельзя. Но колониалисты грубо с ними стали разговаривать. Это армия, приказ. И вот это стало поводом для того, чтобы произошло грандиознейшее восстание, которое описывают многие, так сказать, европейские историки. Даже если вы вспомните Жюль Верн, 20 тысяч лье под водой, вот это так называемый капитан Немо, он один из потомков вот этих, так сказать, тех людей, которые подняли восстание. Вот это описывается тоже. Вот эта линия через 20 тысяч лье под водой прослеживается вся, да. И вот это восстание прогремело, это стало поводом. То есть мы на сегодняшний момент видим, да, что значение толерантности, как фактора стабильности в обществе и государстве тяжело вообще переоценить. Я думаю, что толерантность, толерантность это самый основной, самый основной вот столб и барометр показания вот стабильности в обществе и государстве. Почему? Потому что люди, они, как мы видим из истории, они готовы пойти, как бы рассказать на любые уступки, там, экономически потерпеть, еще что-то, еще. Но когда вопрос касается религии, когда вопрос касается религии, да, религии предков, той религии, которую я исповедую, да, то тут люди не готовы идти на уступки, естественно, вы понимаете. Люди на уступки идти, как показывает историческое правило, не готовы идти на уступки. Поэтому понятие толерантности, оно очень и очень важно. И нужно донести до подрастающего поколения, в том числе, для всех, так сказать, членов общества. И еще один момент, вот, о котором я должен упомянуть, обязан упомянуть, это тот момент, что понятие толерантности, как веротерпимости, оно неразрывно с другим понятием, о котором у нас мало говорят. Это мультикультурализм. То есть наше общество, оно состоит из людей, из людей различных культур. И религия, она накладывает отпечаток на культуру того или иного общества, того или иного микрообщества, которое существует в нашем большом макрообществе, да. Она накладывает. И поэтому вот мирное сосуществование, мирное сосуществование вот этого мультикультурного общества, оно тоже имеет большое значение. Но здесь, конечно, мультикультурализм, он выходит за рамки только религии. Здесь и традиции, здесь и обычаи и прочее. Вот недавно был праздник татарского и башкирского народа Сабантуй, да. Казалось бы, это не религиозный праздник, да, это праздник там тюркских народов, да, конкретно. Но это тоже часть мультикультурализма. Вы понимаете, вот видите, там государство позволило это сделать, государство обеспечило безопасность, там какие-то, так сказать, были подвижки сделаны в эту сторону. Вот таким образом, развивая мультикультурализм и параллельно развивая толерантность, мы можем прийти к обществу стабильности и согласия. Это очень тоже важный момент, о котором не следует, как я полагаю, забывать. Ленат Равкатович, а на что нужно уделять особое внимание воспитанию молодого поколения? Мы проводили исследования по состоянию толерантности, по примерам толерантности в нашей стране, в Узбекистане. И вот я вам хочу привести такие очень яркие примеры воспитания толерантности, проявления толерантности в нашей стране. У нас в Якосарайском районе есть махаля имени Абдуллы Кахара. А в народе это так называемое еврейское махаля. Рядом находится именно еврейское кладбище. И вы представляете, люди многие же уехали уже, там уже практически не осталось евреев. Я брал интервью у председателя этой махали. И председатель этой махали, женщина, она всю жизнь прожила в этой махале. Она помнит, она рассказывала о том, как там раньше было много очень евреев, чем они занимались. Она знает все их традиции, рассказывала, какие они делают свадьбы, как это все происходило. И сейчас она поддерживает с ними отношения с теми, кто уехал в Израиль, в США, в Германию. Она поддерживает с ними отношения. Это ее друзья, подруги детства фактически, понимаете, поддерживает с ними отношения. И вот махаля, она вышла в качестве инициатора, инициатора, помочь присмотреть за кладбищами, оставленными здесь. Вы представляете, потому что кладбище, если за ними не смотрят, могилы, если за ними не смотрят, там памятники красивые, они приходят в запустение. И, естественно, вы представляете себе, какой вот поразительный факт толерантности. Мусульмане в основном, да, у нас население большинства мусульман. Мусульмане, в том числе, да, дети, в том числе мужчины, старики, они устроили хашар, они пришли на еврейское кладбище и своими руками все там убрали, все там прибрали, все там вычистили и сделали все идеально. И это, понимаете, не разовая какая-то вот показушная, я извиняюсь, там в кавычках, я извиняюсь за выражение, показушная акция для того, чтобы показать, вот у нас есть толерантность. Нет, они делают это на постоянной основе и делают это постоянно. И это все вызвало очень такой теплый отзыв в Израиле и во всех еврейских общинах всего мира, понимаете. Они действительно сказали это, Узбекистан это толерантное государство, потому что мусульмане ухаживают за могилами других религий. Да, вот других религий. Не просто слова, а такие примеры, они действительно вдохновляют нашу молодежь. То есть у нас есть уникальнейшие институты гражданского общества, которые являют ярчайшие примеры, ярчайшие иллюстрации толерантности. Это махаля. Вы понимаете, это махаля. Махаля, она, как правило, многонациональна. И членом махали является человек без национальности, как бы сказать, вне национальности, вне зависимости от своего религиозного вероисповедания. И это воспитание в многонациональной махале для молодежи, когда старшие учат уважать представителей любой национальности, представителей любой религии, это уникальнейший инструмент и уникальнейший институт воспитания у молодежи. Есть еще один такой момент. Вот когда мы проводили это исследование по толерантности в нашей стране, я обратил внимание на Чайхану. Вот казалось бы, а что такое Чайхана? Ну, Чайхана – это место, где собираются люди, там в основном мужчины. Обмениваются информацией. Но вы понимаете, что Чайхана при более глубоком рассмотрении является институтом толерантности. Я провел исследование, ну, публицистическое исследование, это не научное исследование. Но я уверен, что это исследование ждет своих научных исследователей, которые вот ухватятся за эту нить и разовьют ее. Вот в чем дело? Вы понимаете, дело в том, что Чайхана, она объединяет в основном мужчин, это гяб. Это гяб. А вы посмотрите, как образуется гяб. Гяб образуется либо по территориальному признаку, то есть это местный махалинский, либо по профессиональной деятельности, то есть когда человек, например, там работает, где-то вместе работают, либо по, как бы сказать, вот по школе, да, по месту учебы. И поэтому один и тот же мужчина, он вот может быть участником сразу трех гяб. И в каждой этой группе есть представители различных религиозных мер исповеданий. И именно вы понимаете, когда, например, конференция по толерантности, да, там уже известно все, что люди расскажут. Но когда происходит неформальное общение, общение без галстуков, вот здесь и раскрываются человеческие отношения. Это проявление мультикультурализма. И вот в этом, так сказать, есть первый момент. А есть еще и второй момент. Вот вы представляете, например, если в этих группах есть, например, корейцы этнические. Этнические корейцы в основном буддисты. Они в основном буддисты. И вот если у вас есть неформальное общение, мужчин есть неформальное общение с этническими корейцами-буддистами, и они с ними общаются в неформальном отношении, раскрывают их со всех сторон, то потом где-нибудь на улице, где-нибудь еще встретив какого-нибудь буддиста, они проецируют свое отношение к этому человеку, который есть в их социальной группе уже на всех буддистов. И так же христиане, так же мусульмане, так же и все. Вы понимаете, это очень важный момент, что Чайхана тоже вкладывает свою лепту в воспитание толерантности. Потому что эти мужские социальные группы, они не моноэтнические, они не территориальные, они многотерриториальные, они, так сказать, поли, многоэтнические. Я хотел бы предложить сделать специально уроки толерантности. Не уроки религии, не уроки истории религии, а уроки толерантности для молодежи. То есть вот те факты, о которых я только что сказал, те факты, их надо красочно иллюстрировать, их надо сделать как лекции, выпустить пособия и показывать детям, чтобы они знали, что они живут в толерантной стране и что они должны и обязаны укреплять вот эту толерантность нашей страны. Потому что толерантность это фактически лицо страны. Спасибо за интересную информацию. Приходите еще. Спасибо вам. Большое спасибо. А дорогим телезрителям я еще раз напомню, сегодня на тему толерантности мы беседовали с историком, журналистом Саидовым Ренатом Равкатовичем. Оставайтесь на телеканале Узбекисту Антараха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова